Дом-работа, работа-дом. И всего два выходных дня. Конечно, хочется провести их ярко. Один из вариантов – настольные игры. И с друзьями можно встретиться и расслабиться. Хотя в некоторых случаях напрячься все же придется. Игр уйма на любой цвет, вкус и возраст. От вас требуется только проявить воображение, смекалку и чувство юмора. Еще один плюс настольных игр – это отличный повод выбраться из плена всемирной паутины и завести новые знакомства в реальной жизни. Это все происходит в живую. Люди, подростки, молодежь, взрослые, они выходят из домов, из-за компьютеров, садятся за один стол, общаются, знакомятся. Построить башню, купить целую компанию и даже похулиганить, пока никто не видит. Можно все. А еще в последнее время становятся популярными игры, которые ориентированы на внутренний мир самого человека. Некоторые из них по своей авторской методике разработала психолог Виктория Соловьева. Это психологический именно инструмент. По сути, для глубокого психогенетического изучения себя. В первую очередь это снижает уровень эмоционального фона. Является прекрасной профилактикой решения стрессовой ситуации. Следующий момент, что очень часто люди сомневаются, и как раз кубики дают возможность решить вопрос в положительную сторону со своими сомнениями. В небольшой коробке открывается целый мир. Так сложные вопросы обсуждаются в легкой игровой форме. Вот так выглядят кубики. Казалось бы, ничего необычного, но если приглядеться, все они разных цветов, а еще на них есть равенство цифры и буквы. Все это не просто так. Каждый из кубиков несет информацию о нашем подсознании и сознании. Ну что, давайте поиграем? Давай! Правила простые. Выбираем вопрос и интуитивно кубик. Дальше самое интересное. Сверяем свой ответ с загадочными шифрами на фигурке. Именно они подсказывают, на что стоит обратить внимание. Я выбрала кубик F8. Что ж, сейчас узнаем, что это означает. Выбранный такой кубик говорит о том, что ты быстро включаешься в конфликт, но и достаточно быстро потом отходишь. Собственно, я почти угадала. Вот так можно узнать свои сильные и слабые стороны, избавиться от сомнений и провести время с близкими. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.